Дети 29 июля 2018 года Мы всегда заявляли, во всяком случае правительство наше заявляло, что дети цветы жизни и что молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Мы понимаем, что это просто лозунги. Однако же все равно, когда дело касается детей, то не так-то просто здесь просто лозунгами отделаться. И на кого надеяться? У нас есть президент страны, у нас есть премьер. Это две основных головы. Вы знаете, как эта птичка, да, орел с раздвоенными головами по обе стороны, налево, направо. Вот примерно так у нас есть президент и у нас есть премьер-министр, на которых мы можем опираться. И когда со стороны премьер-министра, так, знаете, вытирание ног об коврик, где находятся дети, конечно же, некрасиво смотрится. Во всяком случае, как-то цинично, что ли. Понятно, что есть служба безопасности, понятно, что дети могут подождать, что премьер-это важнее. Итак, что мы видим? Самолеты с детьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева. «Рамблер» сообщает 27 июля 2018 года. Вечером 26 июля из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Санкт-Петербург аэропорту Пулково пришлось перейти на внештатный режим работы. Об этом сообщает Фонтанко. По данному зданию, из-за правительственной делегации в небе пришлось кружить несколько самолетов. Фонтанко перечислила, что в 18.52 в Петербург прибыл Ил-96 спецотряда «Россия», а в 19.35 самолет А-319. Через несколько минут СМИ сообщили о прибытии Медведева в город. В итоге пассажирскому самолету, прибывшему в Пулково из Симферополя, пришлось делать круги над аэропортом, а затем лететь в Москву и запрашивать посадку во Внуково, чтобы не остаться с пустыми баками. На борту лайнера находились петербуржцы с грудными детьми. Это как? Лететь в Москву вместо того, что когда ты прилетел домой, тебя отправляют в Москву только потому, что, Дмитрий Медведев, ну сколько там нужно на эту посадку? А нет, служба безопасности себя ограничивать во времени не хочет, поэтому все растянуто, и самолет, покружившись, отправился во Внуково. Самолет «Финэйр», летевший из Хельсинки, получил разрешение на посадку только после пяти кругов над Финским заливом. Прибывший из Самары лайнер в течение 30 минут сжигал топливо над южной частью города. По данному фонтанке, на земле из-за визита Медведева перекрыли платную магистраль, западный скоростной диаметр и кольцевую дорогу. В Петербурге Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в неформальном ужине глав делегаций и встретится с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза. Но, наверное, к этому добавить больше нечего. Самолеты кружили. И, как вы видите, кружение самолетов над Пулковым – это непростое дело. «Финэйр» получил таки разрешение. Пять кругов его первым посадили. Они посадили только самолет из Симферополя, потому что считается, что там летят простые граждане с отдыха. С детьми, конечно, и с кучей детей, понятно, на борту, потому что каникулы и потому что в Крым направляются все на отдых. Поэтому именно оттуда простых людей. Мы же не знаем, кто был на «Финэйре». Во всяком случае, это еще и международная организация, которая может таки предъявить претензии и пенальти, чтобы наши заплатили. Ну, а что касается, конечно, вот симферопольского самолета, то здесь понятно. Было – место на задворках. И никто не думает о том, что вы прилетели домой и что вам теперь нужно лететь в Москву, а в Москве вы должны сидеть и ждать заново, когда самолету дадут зеленый свет, а это, может быть, продлиться до ночи. Ну, и таким образом, ночью, возможно, самолет и прилетел обратно. Об этом нам не сообщают. Во всяком случае, это и так понятно, что те, кто попроще из Симферополя, они должны были ждать. И не просто ждать, а улетайте. Это не для вас сегодня аэропорт, а сегодня аэропорт для важных гостей. И поэтому, конечно, поступку видно отношение правительства, премьера правительства к народу. Хотела сказать, к своему народу, но какой же это его народ? Это, конечно, не его народ. Однако же это народ, на плечах которого он сидит, и ресурсы которого, земли нашей, он поедает. Значит, нужно хотя бы более-менее уважительно относиться. Если рейс запланирован, он должен сесть в назначенном месте. Аэродром-то ведь не такой маленький. Но почему нельзя было посадить самолет с детьми, летевшими с отдыха? Я Таня Карацуба, Сейбурхан. Сейбурхан 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 Сейбурхан